Здравствуйте! Это программа «Город С». Я Елена Черневская. В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников, изображая слово. Идея экспозиции – синтез изобразительного и словесного видов искусства. А вот как художник понимает литературное произведение и какое творческое воплощение она находит в картине, вот эти и другие вопросы я задам моим гостям в студии. Софья Сарамятникова, руководитель Центра поддержки и развития чтения Самарской областной универсальной научной библиотеки, и Константин Федотенко, прозаик, лауреат второй степени международного конкурса «Короткого рассказа сестра таланта». Здравствуйте, уважаемые гости. Ну, давайте поговорим о этом проекте. Вот к идее создания такой выставки, скажите, вы пришли вместе с коллегами? Ну, разумеется. На самом деле, корни этого проекта растут еще много лет назад. У нас появилась идея сочетания литературы и живописи, и это был фестиваль Михаила Онищенко. И мы считаем, на самом деле, всех самарских и литераторов потомками Михаила Онищенко, всех, кто занимается литературным творчеством, они как бы наследуют его концепцию, его дух, его дух творчества. Это для нас очень важно, и поэтому появились уже позднее такие проекты, как конкурс «Сестра таланта». И позже уже мы начали сочетать литературу с живописью, с графикой, и приглашать художников для того, чтобы они смогли как-то изобразить в своем творчестве то, что они смогли прочитать на бумаге. Ну, вот все-таки название такое любопытное, изображая слово, почему именно оно? Ну, здесь, на самом деле, название достаточно простое. Задача художников входила прочитать сборники, которые им были предоставлены, и как-то изобразить то, что они смогли через себя пропустить. То есть как художник видит слово в своем творчестве, в своем личном творчестве. И мы отобрали лучшие работы, и, собственно, они представлены вместе с литературными произведениями на этой выставке. На выставке представлены не полностью рассказы наших участников, а только отрывки, но по QR-кодам можно прочитать полные произведения наших участников. Константин, расскажите, пожалуйста, об участии вас в этом проекте. Вы молодой литератор, прозаик, лауреат второй степени международного конкурса короткого рассказа «Сестра таланта». Наверное, начать хотелось бы с того, как вы себя проявили именно в этом проекте, изображая слово. Ну, я не совсем сознательно туда попал, потому что для меня это был своего рода сюрприз. То, что на мою работу была нарисована целая иллюстрация, это очень приятно для меня, потому что всегда приятно, когда твое творчество порождает за собой, выдвигает людей на их творчество. То есть я считаю это очень круто, но, опять же, я просто принимал участие именно в конкурсе короткого рассказа «Сестра таланта». На самом деле, я даже особо не рассчитывал на победу, но, опять же, это было очень неожиданно и приятно, потому что в основном я писал для себя. Это был такой просто способ выплеснуть эмоции, как бы не грузить каких-то людей своими проблемами, а просто поделиться ими с теми, кто захотят слушать и читать. Расскажите, пожалуйста, об этом рассказе, как он называется, передайте его смысл. И вот как именно посредством вашего рассказа художник воплотил это в иллюстрацию? Как вы вообще оценили эту работу? Ну, рассказ назывался «Свет фонарей». Он довольно мрачный, так получилось. В этом рассказе я пытаюсь представить читателям человека, который перестал думать, зачем он живет. То есть он просто выполняет какие-то повседневные задачи, не задумывая, зачем ему это нужно, почему он это делает. И только изредка какие-то маленькие детали реального мира могут коснуться его души. Например, вот «Свет фонарей» он ненадолго может задуматься о том, почему он живет, зачем нужно жить вообще. И что есть все-таки в мире не только работа, а что-то светлое и теплое, что может согреть. Работа, мне показалось, выполнена очень... Она очень хорошо передала суть рассказа, потому что она выполнена в черно-белом стиле. И это подчеркивает такое состояние героя, то есть отсутствие красок в его жизни и, в принципе, такая мрачная работа. Но, мне кажется, рассказ она очень хорошо передает. Вы молодой человек, художник, который выполнил вот эту иллюстрацию, тоже молод? Ну, это художница третьего курса, я думаю. Художница, да? Да. Вы с ней пообщались? Нет, я говорю, это был прям такой сюрприз для меня. Скажите, сколько вам лет и сколько уже рассказов вы написали? Мне сейчас 17 лет. За это время я написал 11 рассказов. На самом деле я их писал где-то полгода. Потом я уже постепенно все меньше и меньше писал. Но недавно мы с группой еще ребят, которые захотели принять участие в чем-то творческом, сделали свою компьютерную игру. Это визуальная новелла. То есть, можно сказать, это книга, где у вас есть иногда возможность что-то выбрать с иллюстрациями и с прорисованными персонажами. Спасибо. Обязательно вернемся к вам. Софья, расскажите, как происходил отбор участников и сколько вообще молодых художников приняло участие в этом проекте? На самом деле у нас принимают участие художники не только из училища Петрова-Водкина, но и из школы Зингера. Это замечательные ребята. И здесь мы основывались не на конкурсном отборе, а только на желании художников, на их обратные связи. Что они хотят, собственно, иллюстрировать, то они иллюстрировали. То есть, никакого жесткого конкурсного отбора, каких-то жестких условий мы не ставили. Если работа вызывает отклик у художника, и если эта работа, собственно, нам понравилась в итоге, то мы ее выставляем на нашей экспозиции. Экспозиция просуществует в библиотеке до 25 октября. Дальше она поедет в Тольятти. В ноябре и в декабре она посетит Чапаевск и Новокуйбышевск. А в следующем году мы посетим уже муниципальные районы Самарской области. А сколько вообще было работ представлено на этой выставке? И каким образом художники выбирали сами себе рассказы? То есть, по любой иллюстрации, либо это были какие-то условия представления рассказов? Мы просто давали печатные сборники нашим художникам, они выбирали те рассказы, которые они хотят иллюстрировать, и их иллюстрировали. Больше 20 художников участвуют в экспозиции, причем экспозиции в течение всего экспонирования меняются. То есть, мы добавляем те работы, которые у нас появляются по ходу выставки. То есть, она еще эволюционирует на протяжении всего экспонирования. И мы приглашаем наших читателей, не читателей, посетителей, неважно, всех, кто хочет увидеть эту выставку, посмотреть, как она развивается в течение буквально ближайшего времени. Ну, а еще можно принять участие? Если да, то что для этого нужно сделать? Для этого нужно просто зайти в группу ВКонтакте, группу Центр Чтения, и написать организаторам этой группы о том, что они хотят поучаствовать в данном проекте. Рассказы все выложены в открытый доступ. То есть, мы открыты для сотрудничества в любой момент, и выставка может приобретать совершенно разные формы не только в этом году, но и в следующем. — Константин, вы сказали, что вы за полгода написали 17 рассказов? — 11. — 11, да, прошу прощения. 11 рассказов. Вот скажите, пожалуйста, а победа и лауреат второй степени международного все-таки конкурса дает вам какой-то дальнейший толчок к творчеству, к дальнейшему написанию рассказов? Вы будете продолжать этим заниматься? — Ну, опять же, это было очень неожиданно и приятно для меня, но для меня это было скорее как хобби. Вообще, поучаствовать в этом рассказе меня подтолкнул друг, который тоже писал свои произведения. Благодаря ему, можно сказать, я и начал писать, потому что увидел, что существует такая возможность, в принципе, выражать эмоции свои и чувства через писательство. Ну, и поскольку это было хобби, сейчас я увлекаюсь чем-то другим, но иногда возвращаюсь, конечно, к писательству. Когда, например, опять же, у меня накапливаются какие-то эмоции, чувства, я понимаю, что готов снова что-то написать, что будет иметь какое-то значение, что будет достаточно эмоциональным и интересным, чтобы читать. — Интересным для читателей, конечно. А вот где вы сейчас, молодые современные люди, берете сюжеты для ваших рассказов? — Ну, мои рассказы — это в основном описание какой-то, можно сказать, альтернативной своей жизни, потому что, опять же, я... В основе моих рассказов мои какие-то переживания, мои эмоции, мои чувства, и, следовательно, это просто такой реализм, можно сказать. — Но если, получается, они нашли отклик среди жюри в том числе, значит, они близки современному обществу, правильно? — Думаю, да, да. В некоторых рассказах я пытаюсь, ну, не акцентировать на себе внимание. Большинство героев у меня безликие, можно сказать. И мне кажется, многие люди могут действительно увидеть себя в ком-то герое, может, сюжет заставит их задуматься о каких-то их проблемах или поразмышлять на какие-то темы. — Кто из классиков вам ближе всего? — Ну, не знаю, удивительно нет, но «Война и мир» Лев Николаевич Толстой. Недавно я прочитал «Орла» 1984, увлекся антиутопиями тоже. «О дивный новый мир», «Замятин мы». Сложно еще вспомнить рассказы. Последний лист о Генри мне очень нравится. — Вообще много читаете? Любите читать? — Я в основном предпочитаю аудиокниги, потому что для меня это, можно сказать, как такие... Они не требуют столько времени. Я постоянно куда-то езжу, что-то делаю, и я могу попутно знакомиться с творчеством каких-то авторов, узнавать какие-то новые истории. — Спасибо. Софья, вот скажите, пожалуйста, как долго продлится этот проект? Вы уже рассказали, что можно принять в нем участие, но вот помимо того, что на выставке можно увидеть работы художников, как еще можно культурно обогатиться в рамках этого проекта? — В рамках этого проекта, на самом деле, данный проект входит в программу «Литературные таланты России». Он состоит из нескольких направлений, и два направления. Это, собственно, прозаическое направление, это наши все прозаические конкурсы, в которых можно принять участие. Это основной конкурс, это «Сетра таланта». В год мы получаем более тысячи работ. Это огромный объем, на самом деле, для членов жюри и вообще для организаторов. Но это огромные эмоции, в том числе, когда ты видишь, что литературный процесс жив, и что литература интересна, что литературное творчество является таким серьезным досугом для наших участников. Многие, кстати, уже издают собственные книги. Да. Следующее направление — это поэтическое направление. Это наш межрегиональный литературный турнир. Библиотека открывает таланты, в котором соревнуются поэты по турнирной системе. И выигрывает лучшие из лучших и получает сертификат на издание собственной книги стихов. Вот, например, в прошлом году выиграла участница из Уфы Мариана Плотникова. Вот такой замечательный сборник, тоже проиллюстрированный художниками, издан и распространен по библиотекам Самарской области и Уфы, собственно. И, конечно же, Всероссийский литературный фестиваль имени Михаила Онищенко, где все литераторы объединяются и уже работают на семинарах с известными российскими писателями. По итогам издаются, опять же, сборники лучших работ. И мы все время работаем, на самом деле, в такой вот сцепке в творческой команде. У нас нет жесткого разделения поэтов, прозаиков, художников. Мы все вместе, мы все создаем литературу, вот ту самую такую творческую атмосферу, которая, мне кажется, современному человеку очень нужна. Необходимо, конечно. Я сейчас, вот как раз мы видим на экране иллюстрации, которые представлены на выставке. Софи, скажите, пожалуйста, а вот какие работы лично у вас вызвали очень сильные эмоции? Мне вообще очень все работы нравятся. Я удивлена, насколько художники умело попадают в текст. И, ну, это потрясающе, на самом деле. У меня в голове таких картинок не рождалось. Вот. Есть замечательные работы по рассказам Варвары Сидник, например. Вот. Константин замечательно иллюстрировали. Наших самарских поэтов, участников фестиваля Онищенко отлично проиллюстрировали. И школы Зингера, и Петрова Водкина училище. Я не знаю, это нужно увидеть своими глазами для того, чтобы прочувствовать. И выставка еще находится в очень удобном месте в холле библиотеки. То есть мы не стали использовать пространство галереи, а решили сделать пространство более проходимым, более, наверное, доступным для абсолютно всех вошедших в пространство нашей библиотеки. То есть и прочитать в том числе тексты. Если текст заинтересовал, его можно отсканировать через гаджет и прочитать полную версию текста. Удобно, да. Да, это, конечно, очень здорово, когда мы видим это удивительное сочетание. Может быть, у нас своя какая-то картинка в голове возникнет. И если есть талант, возможность, то, опять же, я приглашаю к участию и присылать свои иллюстрации нам. И, возможно, вы станете участниками нашей экспозиции. Спасибо большое за приглашение. Спасибо вам за очень интересный разговор. Ну, а мы продолжим нашу программу уже с представителями училища Петрова Водкина. Не переключайтесь. Итак, я продолжаю разговоры, представляю моих гостей. Серафима Москвич, студентка 2-го курса отделения станковой живописи Самарского художественного училища имени Петрова Водкина и Мария Александровна Пешкова, преподаватель живописи Самарского художественного училища имени Петрова Водкина. Здравствуйте, уважаемые гости. Ну что же, Мария Александровна, первый, наверное, у меня вопрос к вам. Я хочу узнать, что сейчас происходит в училище, что он на себя сегодня представляет, студенты, преподаватели. Как живете? Какие новости? Живем хорошо, замечательно. Обстановка у нас дружеская, семейная почти, Серафима. Я думаю, подтвердит. Оно небольшое у нас училище. Учится... У нас четыре курса, получается. По трем направлениям у нас проходит обучение. Станковые живописи. Тут как раз художники-живописцы. И вот Серафим у нас представитель этого направления. Театрально-декорационная. Это будущие театральные художники. И дизайнерская. Ну, понятно, оно взращивает у нас будущих дизайнеров. Насколько вообще сейчас училище популярно в Самаре? Студенты охотно поступают? Конкурс какой-нибудь? Знаете, большой конкурс. Охотно поступают. И охотно идут на всевозможные дополнительные какие-то занятия. Вот те же школьники. Прям вызывают ажиотаж наши занятия, на самом деле. Серафима, почему решили выбрать именно профессию художницы? Вот как вообще у себя и когда обнаружили этот талант? Наверное, с самого детства я рисовала. И художник – это моя жизнь. Я всегда мечтала стать художницей. И поэтому первым делом у мамы я вытащила из сумки карандаш и сказала, «Мама, я буду художником». Вот так вот. Во сколько это было лет? Лет в шесть, наверное. Я изрисовала дома все стены, альбомы и говорила, «Мама, если я не стану художником, я уйду из семьи». То есть вот такие вот даже, да, оставили условия. Ну что же, ваша мечта реализовалась. Скажите, а сложно было поступить вам? Да, вообще поступить было очень сложно, потому что, когда я пришла, просто было очень много людей, и конкурс был очень большим. Он состоял из трех этапов, то есть нужно было пройти рисунок, живопись и композицию. И на это давалось совсем немного времени. Ты приходишь, рисуешь, и там так много людей, ты боишься, но преодолеваешь себя и поступаешь. И я была одним из тех, кто поступил, и я очень рада. Да. Ну, рисовать можно просто любить, а можно рисовать талантливо. Вот я сейчас спрошу у вас, Мария Александровна, вот Серафима, талантливая художница, хотя еще и второй курс, я понимаю, что все-таки вы сейчас учите профессии, но вот тем не менее. Безусловно, талантливая. Безусловно. У них вообще очень хорошая группа, много талантливых ребят, да. И недаром, наверное, именно Серафима, да, приняла участие вот именно в этом проекте. Скажите свою историю, а как вы о нем узнали, какой рассказ выбрали к иллюстрации, ну и вообще, как происходила эта история? О конкурсе я узнала совсем тоже неожиданно, для меня это тоже было сюрпризом. Нам принесли условия и сказали, вы должны это сделать. Мы думаем, хорошо, без проблем, мы сделаем это и победим. Нам раздали сборники, и мы начали читать и выбирать рассказы у своей группы. И мне понравился рассказ маленького чтеца про мальчика, который читал и как-то не играл со своими друзьями. Мне показалось это очень интересным, я вчитывалась, и картинки в моей голове, они возникали, и я думаю, все, этот рассказ будет моим. И я нарисовала мальчика, который читает около окна, а за окном играют дети, и ему не интересны события за окном, ему интересна книга. Ну, я хочу сказать, вы уж, может быть, извините меня за критику, но это элементарная картинка, которая приходит на ум. А вот если бы поэкспериментировать, подумать, что-то, может быть, даже экстраординарное написать, не приходило в голову? Или это просто иллюстрация, которую вот лично вы воплотили, и так тому и быть? Я тоже об этом подумала, что это очень простая картинка, и сделала еще одну иллюстрацию. Это уже был второй рассказ, по-моему, подарок из прошлого, и я нарисовала собаку с протезом. То есть рассказ был там так построен, и там была собака, и она меня очень сильно заинтересовала. И думаю, собака с протезом, почему нет? Вы выполняли свои работы самостоятельно, индивидуально, или как-то педагоги поддерживали, помогали, направляли? Конечно, педагоги поддерживали, естественно, мы с ними советовались, но в большей части сами. Все-таки авторская работа, да, авторский подход. Мария Александровна, ну я так понимаю, что для студентов вообще подобные конкурсы не новые. Вот расскажите, в каких еще подобных проектах принимаете участие, и насколько важно вот именно в студенческие годы принимать участие и показывать, и выставлять себя уже, будучи студентами? Ну, вы знаете, мы стараемся участвовать вообще во всех конкурсах, выставках, которые доступны вот для студентов. Это и Жигулевская палитра, наш такой глобальный, уже международный, в общем-то, конкурс. Да, это, ну, большое количество всевозможных. Ну, все-таки, вот как вы оцениваете работы своих студентов, и насколько они представляют свои работы в городском, региональном, вот, может быть, даже международном каких-то конкурсах? Ну, я считаю, что вот в области именно своих компетенций они сильнейшие, ну, по крайней мере, на своем уровне, конечно. Ну, приведите примеры какие-нибудь, расскажите истории. Наш училище выпустило огромное количество художников, талантливых, которые у нас не только в Москве и в Петербурге, которые за границей у нас работают и блистают. Это большое количество. Большая часть педагогического состава нашего – это тоже профессиональные художники, которые в том числе учились в нашем училище и тоже работают творчески, профессионально, и тоже принимают участие в больших количествах всевозможных выставок, всех уровней, вплоть до международных. Ну, вот, я знаю, лично на вашем примере, да, переименность профессии. Вы сами заканчивали это училище, и ваш папа был педагогом. Вот насколько важно сейчас детям прививать именно любовь к этому виду искусства? Вообще, я считаю, что рисовать детям полезно в принципе. Лет до 10 – это вообще естественная потребность всех детей. Абсолютно. Рисуют все маленькие дети. И для них это важно. Для них это их мышление, развитие их мышления, выражение своего отношения к миру. Ну, даже вот эти вот первые каля-маля, которые обычно родители как-то так даже не ценят и не сохраняют, у своих детей, кстати говоря, я сохранял. Потому что это очень интересно, как ребенок начинает мыслить в процессе своего развития. Вот, поэтому это просто необходимо маленьким детям. Дальше уже вот после 10 лет как раз и идет разделение на того, для кого это призвание, и он остается в этом направлении учиться. И идет уже куда-то профессионально учиться в художественную школу. То есть это сам ребенок должен понимать? Ну, конечно, сам. Очень большая ошибка, когда родители силком толкают, или обратная ситуация, когда ребенок рвется рисовать, а родители говорят, нет, ну что это за профессия? В любой профессии можно добиться высот, если есть стремление, желание. Ну, и в свою очередь самая блистательная профессия не принесет никакой пользы, если человеку она неинтересна. Ну, конечно. В первую очередь. Поэтому, конечно, выбор должен быть за ребенком в первую очередь. Это один из классиков, да? Найди свое любимое дело, по душе ты не будешь работать ни дня. Поэтому здесь... Серафима, скажите, вот выбор вашей профессии все-таки, я так понимаю, определился в детстве. Но вот сейчас вы приняли участие вот в таком конкурсе. Он у вас, наверное, не единственный? Где-то еще принимали участие? Нет, на самом деле я не такой активный человек, я как-то больше остаюсь в тени. Но у нас очень большая конкуренция в группе, и я думаю, почему бы не начать? И решила выбрать этот конкурс, и как не зря. Да. Ну, вообще понравилось участие? Какие эмоции испытывали, когда вот сказали, да, ваша работа будет выставляться и на нее придут смотреть? Я очень сильно удивилась, потому что думаю, блин, это мой первый конкурс, чуть ли. И я сразу попала. Думаю, почему я не делала этого раньше? Ну, все-таки какие перспективы для себя, как для молодого художника ставите на будущее? Ну, вот какие-то прям вот планы уже есть? Да, я пойду выше, я хочу поступить в Питерскую академию, туда. Я прям продолжу свою жизнь и продолжу рисовать. Я не хочу отступать от этой цели. Но для начала надо закончить училище, да? Да, конечно. Для начала Петрова-Водкина. Да. У нас также есть еще иллюстрации, я сейчас попрошу их показать. Ну, а вас, как педагога, немножечко, может быть, прокомментировать, вот все-таки сейчас какие современные направления присутствуют? Я знаю, что вот компьютерная графика также была на проекте. Вот насколько сейчас реализация вот такого уместна в данном проекте? Ну, вообще компьютерная графика, она уже прочно вошла в нашу жизнь, поэтому, в общем-то, я не вижу в этом ничего такого странного и страшного. Тем более, что большинство сейчас печатных изданий существует также и в электронном виде, и в этом плане компьютерная графика, конечно, удобна, потому что ее можно неадаптированно и сразу применять. Ну, вот все-таки художники также иллюстрируют книги. Ну, вот, к примеру, учебная литература, художественная тоже. Это вот что-то подобное, правильно? Естественно. Ну, естественно, есть разница художественная иллюстрация, какая-то деловая такая, учебная иллюстрация. Они немножко отличаются, но принцип, конечно, общий. Все-таки хотелось бы еще вернуться к непосредственно учебному процессу в вашем училище. Скажите, пожалуйста, как он вообще организован, насколько большое внимание уделяется практике и насколько вот она важна в реализации этой профессии? Ну, практика у нас основу составляет, естественно. У нас, конечно, есть ряд сопутствующих теоретических предметов, но, тем не менее, все равно большую часть времени мы стараемся уделять практическим занятиям. У нас студенты рисуют от 4 до 8 часов в день только в училище. Это не считая домашнего рисования в свободное от учебы время. Поэтому это, конечно, важный момент. Изобразительное искусство – это не та сфера, где можно обучиться экстерном. Здесь все решает практика. Чем больше будешь рисовать, можно ускориться большим количеством выполнения работ. Чем больше работаешь, ну, у нас существует такой принцип, скажем, что должно быть огромное количество натурных набросков ежедневных. И вот Серафима, наверное, подтвердит это. На просмотрах у нас ребята выставляют стопки там по нескольку сотен этих набросков. Это все улучшает, естественно, способность изображать и человеческую пластику, и искать какие-то новые образы, потому что очень натура, она стимулирует к возникновению каких-то собственных образов. Ну, а как на обступительных экзаменах вы определяете ту или иную меру таланта, поступающего к вам? Ведь если у человека есть какие-то определенные задатки, то профессионально, если можно так выразиться, нарисовать его уже задачи вас, как педагогов. Вот видите ли вы вот эти вот зернышки маленькие, которые заложены внутри? Знаете, эти зернышки можно увидеть даже в маленькой почеркушке, на самом деле. Да, уже на начальном этапе любой работы можно увидеть, насколько человек грамотно подходит, насколько он чувствует, насколько он с желанием это делает. Потому что бывает, что, ну, как бы родители заставили, он пришел там для отмазки, что-то нарисовал. Таких мы, конечно, и стараемся не брать, чтобы и сами не мучились, и место не занимали тех, кто с желанием, с горящими глазами к нам приходит. Сарафим, нравится ли вам учиться? У вас, я так понимаю, что еще очень насыщенная культурная жизнь, и вот если будут такие дальше проекты совместные, даже с областной Самарской библиотекой, будете принимать участие? Да, участие я обязательно приму во всех конкурсах, наверное. Следующий конкурс я тоже возьму и постараюсь в нем победить. Да почему постараюсь? Обязательно. А вообще обучаться в художественном училище, это очень интересно. Да, мы очень много работаем, как говорится, количество приходит в качество, но качество – это неотъемлемая часть работы, и то есть чем больше ты делаешь, тем становится лучше, и естественно, ты обучаешься, получаешь что-то новое, и это всегда очень интересно. Спасибо вам большое. Ну что же, на этой позитивной ноте мы заканчиваем нашу программу. Спасибо вам большое. Участие вам в новых проектах, вам талантливых и только талантливых студентов. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Ну а мы сегодня говорили об этом проекте, изображая слово, и, наверное, стоит непременно сходить в Самарскую областную библиотеку и своими собственными глазами оценить таланты самарских художников. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»